Хорошая новость для граждан СНГ. Евросоюз открывается с 1 июля 2020 года. Чиновники Европейского Союза утвердили официальный список иностранных государств, граждане которых могут ездить в Европу. В него вошли несколько десятков государств. Однако, буквально за день до публикации из списка исчезли Украина, Узбекистан, Таджикистан и Казахстан. И это еще один аргумент в пользу рабочей визы ДЭФ-паспорте. Здесь никто ничего не отменял, и даже в самый пик пандемии люди въезжали в Европу на работу. Кого с первого числа ждут в Европейском Союзе? Туристов из Турции, Туркмении, Грузии и даже Китая. Всем остальным местные власти предложили отдохнуть дома на курортах Краснодарского края, Иссыкуля, Крыма, Флориды, Гавайев или Одессы. В Европу пока нельзя въехать гражданам России, Белоруссии, США и Кыргызстана. Туристам из этих стран придется подождать снижение количества случаев заражения COVID-19. Ведь именно этот критерий является главным для попадания той или иной страны в зеленый список Евросоюза. Список стран, гражданам которых разрешается въезд в Евросоюз, будет расширяться каждые две недели. На практике это будет еще чаще. Напомним, что ограничения коснулись исключительно обладателей туристических виз. Сотрудники из СНГ, польских, германских, нальвежских и других европейских компаний, имеющие рабочую визу в паспорте категории D или вид на жительство ПМЖ. Студенты и лица, въезжающие в ЕС для ухода за больными и близкими родственниками, могут и могли беспрепятственно въезжать даже в период самой активной фазы пандемии. Их ограничения не коснулись. Так что сейчас самое время подумать о заветной визе данной категории в паспорте, так как ходят слухи о второй волне вируса осенью этого года. Большинство здравомыслящих точно не хотели бы оказаться запертыми в своей стране еще раз. Кстати, решение о постепенном открытии внешнеграниц ЕС и возобновлении работы консульств и визовых центров в СНГ было принято еще в начале июня, и мы делали об этом пост. Оставайтесь с нами, отслеживайте наши новости и не пропустите новые вакансии от партнеров-экспертов за границей. И главное, всегда держите выездные документы в актуальном виде полной готовности. Всякое бывает. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова